Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. Подобно герою легендарного советского фильма, когда он сел к лжетаксисту и попал в неприятную историю, мы изо дня в день подвергаем свою жизнь опасности, пользуясь нелегальным такси. Мало того, что техническое состояние таких автомобилей под сомнением, водители не проходят медицинское освидетельствование, так плюс ко всему нелегальщики почти не знают местности. Всем нам знакома распространенная фраза «Дорогу покажете». Карту купи! Лапать! Чтобы в нашей жизни таких неприятных ситуаций не случалось, каждый год сотрудники госавтоинспекции проводят рейд такси, направленные на выявление незаконных перевозок людей и нарушения у таксистов с лицензиями, которые пренебрегают правилами перевозки пассажиров, не следят за состоянием автомобилей. Меньше чем за месяц проведения операции составлено порядка 170 протоколов. Досмотрено больше 300 транспортных средств такси. Все иностранные водители, которые не имеют разрешений на перевозку, на работу здесь, они также доставляются в управление Министерством внутренних дел для соответствия составления дальнейших административных материалов. Мероприятия проводятся не только ГИБДД, а совместно со всеми другими службами. И участковые, и сотрудники уголовного розыска, и отделы по борьбе с экономическими преступлениями, патрульно-постовая служба. Итак, как же различить обманщиков от добропорядочных шоферов? Первое и основное, на что садясь в такси? Надо обращать внимание, это бэйдж на приборной панели автомобиля, где находится вся информация относительно компании-перевозчика и самого водителя. Наличие такого бэйджа говорит о том, что вы находитесь в официальном такси и в случае чего можете подать жалобу на предприятие. Рейд такси проводится уже не один год, и с каждым разом нарушителей становится все меньше. В этом году он завершится 30 июня, а до этого времени сотрудники госавтоинспекции успеют привлечь к ответственности еще не один десяток незаконных таксистов. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.